Шимкенцев стало больше. Количество населения чуть меньше миллиона человек. Сейчас у нас официально зарегистрировано более 932 тысяч человек. На сессии городского маслехата, где ожидался подробный доклад Акима Шимкента о работе, проделанной Акиматом за первую половину текущего года, доклад руководителя города предварял видеоролик на ту же тему. Жилье, благоустройство, коммуникации, культура, история – вот далеко не весь перечень вопросов, о которых было рассказано в видеоролике. Возможно, поэтому, когда Габидулла Абдрахимов приступил к отчету, поступило предложение перейти к вопросам. Однако вопросов ни у кого не было, а потому депутаты единогласно проголосовали за положительную оценку работы шимкентского главы. Правда, градоначальник таки попросил слова и рассказал о том, каким он видит ближайшее будущее шимкенцев. Я был с рабочей поездкой в Таллине. Так там жители получают все госуслуги, не выходя из дома. У них тоже есть удостоверение личности с идентификационным кодом. И все. Больше ни одного лишнего документа, ни одного хождения по инстанциям. Вплоть до оформления сделок купли-продажи. Я думаю, нам нужно перенять этот опыт. Депутаты внимательно выслушали эту идею и решили ответить. Мы ставим положительную оценку и хотим сказать, что готовы поддержать любые инициативы Акима нашего города, направленные на улучшение благосостояния шимкенцев. Вторым вопросом на сессии стояло досрочное прерывание полномочий депутата Нурлана Жусипова. Как выяснилось, из-за многочисленных командировок он подал заявление по собственному желанию, так как посчитал, что не может выполнять своих функций должным образом. Депутаты отставку своего коллеги приняли. Нурлана Жусипова